Привет, друзья! С вами вновь я, Виталий. Если вы зашли на этот канал, найти что-то интересное, любопытное, я уверяю вас, здесь много чего любопытного, что поможет вашему саморазвитию, самопознанию и стремлению к успеху. И сегодня моя тема объявлена в названии этого видеоролика. Это тема о наших чувствах и эмоциях. Эта тема для меня, я вам признаюсь, сложная такая тема, но я все равно к ней пришел, был вынужден прийти к этой теме, потому что от того, насколько мы грамотно и прямо, как говорится, в себе признаемся в своих чувствах и существующих эмоциях, зависит вот эта работа по этой схеме, такая схема успеха, достижения успеха, над которой мы с вами сейчас работаем и будем ее разбирать предметно. Но для того, чтобы понимать суть происходящих здесь процессов, мы видим, что здесь имеются важные два элемента – чувства и эмоции. Поэтому, друзья, сегодня я сделаю здесь небольшой набросок о том, какие качества имеются у чувств и эмоций, и как мы можем их отличать друг от друга, так как между чувствами и эмоциями очень тонкая такая грань. И не всегда мы можем признаться себе, что мы чувствуем, или какие эмоции мы испытываем. И поэтому я предлагаю вам следующую табличку нарисовать у себя, или у меня посмотреть, или у себя нарисовать. И потом с этой табличкой сравниваться, как мы отличаем чувства и эмоции. Итак, возьмем, нарисуем такую табличку простую и напишем чувства, эмоции. Казалось бы, мы много не знаем об этих состояниях своих чувств и эмоций, но, тем не менее, у нас возникает такая, как бы, игра, внутренняя игра с чувствами и эмоциями, когда мы зачастую идем на поводу своих чувств и эмоций, а вместо того, чтобы пользоваться этим инструментом. То есть чувства и эмоции, я утверждаю, утверждают это другие мастера саморазвития, и они говорят о том, что чувства и эмоции – это инструменты. Инструменты, я как назвал эту тему, я для себя считаю, что чувства и эмоции – это инструмент нашего полета. Когда мы им владеем, мы понимаем, куда нам лететь, на какой высоте лететь, и в какую точку мы приземлились, и в какой цели достигнем, и тому подобное. То есть от этого очень много зависит. Из наших чувств и эмоций мы можем признать прямо простые состояния имеются. Чувство у нас состояние, обычно какое? Чувство – это внутреннее состояние человека. А в отличие от чувства, эмоция – эмоция, она внешняя, она всегда такая открытая, внешняя эмоция, ты ее можешь легко проявлять, она быстро появляется у тебя, она всегда как бы внешнее такое состояние, оно не давит тебя своей глубиной, как никакой. Оно внешнее, легкое, такое восприятие этой эмоции. А с чувствами все намного сложнее, они глубже, они внутри тебя. И поэтому мы сразу говорим, когда спрашиваем себя, вопрос себе задаем, что такое за состояние у меня, что определяющим является – чувство или эмоция? Тогда мы спрашиваем себя, это внутреннее состояние или внешнее? Далее простая категория такая, мы знаем о том, что в настоящий момент мы испытываем одно чувство. Одно чувство, испытываем глубокое внутреннее чувство. И поэтому мы его называем всегда единственное. Чувство у нас всегда будет единственное в настоящий момент. В отличие от чувства, наша эмоция может иметь исчисляемое состояние. То есть мы будем говорить, первая эмоция, вторая эмоция, третья эмоция. Она может в момент какой-то быть, как бы, таким дробью такой, выстрелить эмоции. Там может быть много эмоций одновременно. Множественная величина. Или там исчисляемая величина. То есть когда мы спрашиваем себя, это первая эмоция, это вторая эмоция и даем ей исчисляемое состояние, то это эмоция, не чувство. Если мы не можем исчислить его, сказать, это мое первое чувство, а вот и второе, еще глубже чувство есть. То есть нет, если мы не говорим так, что второе чувство есть, и мы не находим второго чувства в этот момент, то это единственное чувство. Это чувство. Движемся далее. Мы замечаем интересное качество у чувства и его эмоции. Какое интересное качество имеет качество? Я могу этим чувством поделиться. Поделиться. То есть чувство делится. Чувство делится. Каким образом делится? Первое всегда деление происходит. Деление на два. Чувство делится на два. Я могу поделиться своим состоянием, каким-то чувственным. Я могу передать другому человеку это состояние. И тогда заразить этого человека этим состоянием, чувством, да? В отличие от чувства, эмоции, может что делать? Оно умножается. Умножается эмоция. Она быстро, 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 как я сказал, как дробь, да? Как барабанные палочки такие. Эмоция может умножаться. Вы можете заразить эмоции многих людей. Многих людей сразу. Умножается. В два раза умножается. То есть вы можете заразить смехом всех людей, окружающих вокруг себя. Быстро, быстро умножается эмоция. Далее. Можно сказать о чем? О состоянии появления. О состоянии рождения. Да? То есть чувство у нас, как мы к нему относимся, к чему-то важному. Процессу какого-то даже рождения. То есть чувство у нас такое состояние субъективное. Мы можем ему дать имя существительное. Чувство рождается, развивается и так далее. И потом, что оно делает к нашему великому сожалению? Чувство умирает. То есть чувство у нас живет. Это очень важный параметр, такой фундаментальный, когда мы можем понять, что мы испытываем в настоящий момент чувство. Потому что мы можем проследить, что чувство умирает или рождается, или оно взрослеет. Так-то именно процесс мы можем субъективно отнести к самому себе. То есть оно имеет ко мне субъективное такое отношение. То есть я расту, я развиваюсь с этим чувством. В эмоциях будет все отличаться по-другому. Эмоция у нас что делает? Эмоция у нас неожиданно вспыхивает. Вот так будем говорить. Эмоция вспыхивает, как яркая вспышка, да? Или еще какая-то вспышка яркая. И после этого яркого такого явления, то есть, скажем прямо это слово, запишем, это явление. То есть здесь было рождение, а здесь явление. То есть эмоция это явление. И далее, что делается с нашей эмоцией? И наша эмоция трансформируется. Трансформируется какое-то состояние. То есть происходит трансформация эмоций. И затем эмоция у нас, как мы говорим, вот я был только что такой веселый, и потом бац, я стал грустный. Правильно? Часто такое бывает. То есть эмоция, она исчезает. Это очень такие важные параметры, по которым мы можем определять состояние, собственно, и замечать, для чего отличаем мы эти состояния. Чтобы потом с ними работать. Создавать себе такую практику, навык создавать. А мы говорим, это для чего? Для того, чтобы как этими инструментами пользоваться. Эмоциями и чувствами. Далее, ребята. Далее, парни. Далее, девчата. Я не знаю, откуда это чувство родилось во мне. Мы часто так говорим. Давайте разберемся с нашими чувствами. Давайте разберемся, что мы чувствуем. И так далее. Когда мы общаемся со своими партнерами по жизни, да? То мы часто это слово употребляем. Словосочетание. Словосочетание. Давайте разберемся. Что же здесь с нашими чувствами? И так далее. Потому что мы не знаем, откуда они рождаются, как они развиваются. За этим процессом мы не можем его контролировать часто. И в конечном итоге, так горестно случаются, какие-то чувства хорошие там погибают, да? И поэтому мы и так им будем говорить, что мы не знаем причину рождения или причину зарождения чувства. То есть причина зарождения не знаю. Я не знаю причину зарождения чувства во мне. То есть вот шел-шел и влюбился, да? Вот какая причина, да? Увидел прекрасную девушку какую-то, и она во мне что-то там задела как-то, и я влюбился в нее. Все. А почему там произошел какой-то процесс-то? Я не могу это сказать. И так далее. В отличие от чувств, эмоции имеют всегда знания, несут в себе знания. Мы знаем, мы знаем как бы причину, почему эта эмоция произошла. И можем ее объяснить. Можем эту эмоцию передать, размножить ее и показать людям эту причину, как они могут достичь такого же эмоционального состояния. Мы говорим, а прочитают этот анекдот, а прочитают эту книжку, да? У тебя будет такое же эмоциональное состояние, такой же будет эмоциональный подъем, как у меня сейчас, который я пытаюсь тебе передать. После просмотра какого-то фильма, какого-то художественного произведения, у меня сообразовалось какое-то эмоциональное состояние. И мы с тобой общаемся, дорогой друг, на эту тему об этом фильме, об этом литературном произведении. И пытаемся найти эмоциональные корни, эмоциональное общение друг с другом, создать какие-то... И мы пишем, что про эмоции мы знаем. Знаем причину. В эмоциях мы знаем причину. О, у меня листиков не хватает. Итак, друзья, листика мне не хватило, как видите, пришлось большой-большой листик клеить. И дальше мы продолжим строить нашу таблицу, таблицу качеств, чувств и эмоций, которые нам необходимо с вами различать, для того, чтобы с ними работать и для того, чтобы ими управлять в полете, в полете по нашей системе, по системе такого успеха. Потерпите маленько, друзья, еще маленько осталось. Чувство, что, какая, какая функция, какую задачу, как бы цель, какую исполняет наше чувство. Чувство формирует отношения в пространстве, скажем так, какой-то более далекое, либо с прошлым отношением, либо в настоящем отношении, либо с прошлым отношением, либо с будущим отношением. То есть чувство всегда отвечает на вопрос об отношениях. То есть какое отношение у меня в этом пространстве с каким-то предметом формирует отношения. Формирует. Чувство формирует отношения. В отличие от чувства, эмоция будет что делать? Она создает, что создает эмоция у нас? Связь. Создает связь. Создает связь, отвечает на вопрос потом. Потом. Эмоция создает связь. И подается такая подача, такая, потом. Потом. То есть потом. Если потом отвечаете на такой вопрос, эта эмоция помогла вам создать такую связь потом, то эта эмоция, которая вам... А, здесь я не добавил никакого слова, которое нам необходимо, на которое она будет отвечать. Это слово будет далее. Отношения далее, 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 во времени или в пространстве, далее, либо позднее. То есть вы понимаете, да? То есть какое отношение создало чувство, далее. Оно мне какое-то чувство создало отношение. Итак, откуда же появляется наше чувство и эмоции, да? В чем причина? Причина у нас в рождении, да? Рождение, это требует какого состояния? Или за рождение, да? Или зачатие такое более глубокое еще, более приближенное такое эмоциональное слово. Какого состояния оно требует? Оно требует состояния покоя, скажем так. Поэтому, когда мы говорим о чувствах, мы говорим о состоянии покоя. То есть чувства зарождаются в состоянии покоя. Покой. Покой человека. То есть покоя человека в его сознании покой. В его уме покой, да, может быть. В его физическом теле. В его ментальном состоянии и так далее. То есть состояние покоя может быть разное. Когда чувство зарождается. В отличие от чувства, эмоция, наоборот, она является нам именно в движении. В движении. Я, может быть, даже зря все это пишу. Потому что я пишу какие-то каракули. Как я посмотрю, ничего не поймешь, что написано. Ну, в общем, сама озвучка, комментарий какой-то здесь. Я думаю, вам интересен. Да и мне интересен самому. То есть в движении. В движении рождаются эмоции. Эмоции. Движение не физическое может быть. То есть физическое явление, безусловно, создает нам эмоции. Отклик наш какой-то дается эмоциональный. А может быть, как мы говорим, ментальное движение, движение нашей мысли, движение психического состояния и так далее. То есть постоянно состояние какого-то движения. То есть прыгнул, подпрыгнул на месте, уже движение, уже какая-то эмоция у тебя есть. Это важно, потому что именно мы часто будем обращаться к состоянию необходимости вызвать какие-то эмоции с помощью движения. Или чтобы зародилось какое-то чувство, попасть в состояние покоя. Осталось у нас буквально один-два пунктика простых. Простые пунктики в чем? Как мы говорим о чувствах? К чувству бывает позитивное. Это позитив. Такое распространенное слово. Либо негатив. То есть негативные отношения у нас с тобой. У нас с тобой позитивные отношения. Когда мы так говорим, мы имеем в виду, что за этими словами стоят чувства, которые создали у нас отношения далее. А когда мы говорим об эмоциях, мы говорим намного проще. Мы говорим отрицательная либо положительная эмоция. Отрицательная эмоция. Или положительная эмоция. Всё. В эмоциях очень просто. Вот мне с тобой поговорить было приятно. Это вызвало у меня положительные эмоции. А с другим человеком я поговорил, и мне это неприятно. Потому что у меня вызвало это какие-то отрицательные эмоции. Что ты мне сказал, это вызвало у меня отрицательные эмоции. Мне неприятно с тобой разговаривать. И всё, пошли и разошлись. это эмоции то есть поэтому мы говорим всегда как что чувство это прерогатива мужская а эмоции это состояние часто женское и прерогатива женское поле деятельности эмоции эмоции это женское состояние так и у нас еще важное понятие относительно эмоций и чувств это когда их явление происходит явление допустим эмоции она всегда происходит в настоящий момент в настоящий момент является эмоция является настоящий момент то есть мы когда говорим об эмоциях мы говорим о том что у нас наш настоящий момент заполнен эмоциями то есть так и пишу его в настоящий момент сейчас я говорю не сейчас больше русское такое нравится как бы слышь такое сей и час как бы сей час произошла эта эмоция она явилась выскочила там как-то вот и так далее и так далее и так далее и так далее исчезла там эмоция прямо сейчас а у чувства все намного намного сложнее структура она структура такая во времени и в пространстве часто в пространстве распространено чувство распространяется имеет такое более то есть более другие прилагательные мы к нему используем когда говорим о чувствах и все в общем такие сложные произведения литературные художественные всегда оперируют к чувствам драмы трагедии и так далее а когда мы говорим об эмоциях то мы смотрим идем что-то более легкое комедию мелодраму что-то веселое приключенческий боевик там построено все на эмоциях на то что происходит на настоящий момент и никакого такого следа у нас не оставляет комедии или боевик какой-то или завязка когда происходит вот она эмоционально раскрывается вспыхивает нам тоже эмоциональный отклик нам интересно весело забавно провести время мы выходим из кинотеатра и тут же все забываем о чем там был фильм а когда фильм кинопроизведение затрагивает наше чувство это более глубокое состояние то мы выходим из кинотеатра или после прочтения книги мы не можем отойти после этого фильма мы не можем долго забыть о чем этот роман мы хотим поделиться с кем-то своими чувствами то есть я вам говорил на том листике что чувство делится мы охота поделиться этим чувством этим переживанием этих героев и так далее то есть мы продолжаем чувствовать в пространстве хотя мы уже ушли с кинотеатра или уже закончили прочтение книги то есть чувство у нас от эмоций очень сильно отличается отношением и связью со временем и пространством поэтому друзья я сегодня тут кое-что нарисовал пытался объяснить вам и себе в том числе потому что я в этой теме достаточно большой дилетант и пытаюсь в ней разобраться для того чтобы вот эта схема у меня и у вас тоже начала работать и так друзья мое видео посвящено сегодня было эмоциям чувством которые очень важны для нас для того чтобы ни вот здесь нигде у нас не было препятствий а наоборот чтобы они нам помогали в этом полете в этом полете жизненного успеха чтобы там где узкие места мы смогли их разглядеть чувственных мест или эмоциональных состояний для того чтобы мы могли отличать наши чувства и эмоции по их таким простым качествам поэтому друзья всех вам благ здоровья счастья хорошего вам летнего настроения желаю вам хороших глубоких чувств позитивных в этом лете испытать и в то же время чтобы у вас были яркие такие положительные эмоции рожденные какими-то впечатлениями от отдыха от лета от отношений каких-то от встреч от переживаний всяческих ситуаций поэтому пока-пока с вами был Виталий подписывайтесь лайкайте буду вам сильно благодарен меня это мотивирует я смогу больше времени этому уделять если будет больше подписчиков и у меня еще несколько роликов запланировано надеюсь я их запишу в самое ближайшее время и пока с вами был Виталий друзья пока-пока пока